Ну, я немножко в шоке был, да даже не немножко, я в себя особо прийти не мог. Программа пишет, что везде ничья. Даже как бы не заморачивайтесь, просто соглашайтесь. Как можно было не посмотреть жеребьевку, не проверить. У меня было два дня. Если не они, я не знаю, там, все-таки турниры, это все очень дорого и непонятно. Получилось бы. Ну, просто, честно говоря, хочется закончить турнир, можно сказать, побыстрее. И я такой, лучше еда, пусть лучше будет, чем ее не будет. Но у меня просто уже с головой видео проблемы какие-то, не знаю. Перед выходным днем я, ну, после партии, получается, с опариным, я пришел в номер. Ну, отдохнул какое-то время и, ну, как бы решил подготовиться. Ну, и автоматически решил, что я играю с Накамурой, потому что я играл черными с опариным, а он белыми играл с сорняным. Ну, и как бы логично, что в следующем туре я должен был играть, ну, по моей логике, я должен был играть именно с Накамурой белыми. И я, как бы, даже не удосужился проверить, с кем игра. И вот пришел, ну, сажусь за стол и смотрю, Накамура проходит мимо стола. И, как бы, тут я начал подозревать, что, видимо, не он перепутал стол, значит. Ну, и посмотрел, ну, думаю, с кем же я играю тогда. Ну, логично, что с Сараняном. Ну, и, в общем-то, в общем-то, вот так произошло. Меня папа научил играть в пять лет. Когда он играл с друзьями, я попросил научить. Еще надо добавить, что я просил научить играть вместе с сестрой, которая на пять лет старше меня. Папа сначала, ну, просто как-то говорит, потом, потом, вот. Ну, я, как бы, все прошу, и сестра просит. Ну, как-то сестра потихоньку перестала просить, а я, ну, продолжил. Ну, как бы, не успокаивался, мне интересно было. Вот, папу уже в какой-то момент просто я его достал этими просьбами. Ну, по словам папы, он сначала вообще не знал, что какие-то вот турниры сейчас проводятся, потому что это именно вот такой серьезный спорт профессиональный. А потом, значит, когда я пошел в школу в шесть лет, в школе у нас проводился турнир. Ну, я, как бы, единственный в классе, по-моему, умел играть. И меня попросили сыграть за школу. За школу или за что-то, в общем. Видимо, за школу. И я сыграл и обыграл там старшеклассников, занял там, вроде, первое место. И как-то вот учительница сказала, что у меня неплохо получается или что-то вот в этом роде. Вот, и папа так призадумался и решил, ну, раз неплохо получается, надо развивать. Да, мы продолжали жить в Новочеркасске, но ездили в Ростов около, там, 30-ти километров. Часто, в общем, приходилось. Вот. Плюс у меня был в Новочеркасске тренер Алексей Корнюков. С ним тоже очень много времени провели, интересно было. Как прошел турнир этот, мемориал Владимира Барковича, именно этап Кубка России для тебя? Ну, я начал хорошо, выиграл три партии, но потом играл, ну, с фаворитом, наверное, турнира. Получил хорошую позицию, но ошибся, проиграл, потом еще одну проиграл. Расстроился? Ну, подрасстроился, да, имел хорошую позицию. Вот. Ну, две партии подряд проиграл. Ну, потом подсобрался, выиграл две партии, последнюю ничью с Гроссмейстером. Вот. Ну, в прошлом году лучше сыграл. Андрей не сказал, он на этом турнире, можно сказать, перешел рубеж 2,500. 2,500 – это уровень Гроссмейстера, то есть ему осталось только зафиксировать эту планку. Я думаю, что в этот год, наверное, да, будет появиться еще один юный Гроссмейстер. Это очень хороший результат, это в России… 14 лет. 14 лет, да, 2,500 – это очень круто, поверьте, когда шахматистов очень. Вот. А к тому моменту, когда мне было 10 лет, мы уже занимались Дмитрием Кряквиным. Ну, я подумал, как можно было не посмотреть жеребьевку, не проверить. У меня было два дня. Ну, я немножко в шоке был, да даже не немножко. Я, ну, в себя особо прийти не мог. Вот. Ну, и в целом так и не получилось, видимо, собраться. Да-да-да, вариант неприятный был. Ну, даже, наверное, не в варианте дело. Ну, может, и в варианте, но просто я как-то, видимо, не мог играть после такого шока небольшого. Ну, мне так кажется. Ну, у меня просто уже с головой видео проблемы какие-то. Не знаю. Наверное, каждый день… Ну, не могу день провести, ничего не посмотреть там именно с шахматами связанным. То есть я, если сажусь за ноутбук условно, то я как-то автоматом просто включаются все шахматные программы. Я начинаю что-то смотреть, что-то анализировать. Вот. И мне это нравится. И, в принципе, удовольствие получаю. Ну, вообще, в дебюте сейчас современные шахматы очень сложно получить перевес белыми, например. И почти невозможно. То есть программы пишут, что везде ничья. Даже как бы не заморачивайтесь, просто соглашайтесь. И идея заключается в том, чтобы, условно говорю, белыми стараться найти не лучший ход, а ход, скорее, вот не по первой линии, которую не проанализировал соперник. То есть в этом заключается идея, чтобы он играл сам. То есть главная идея, чтобы он сам принимал решения, и эти решения, как бы, были для него максимально сложными. То есть я, условно, анализирую, вижу, что, блин, вот компьютер пишет, что ему надо ходить так, но это, если он не знает, то он никогда так не пойдет, потому что это очень сложно. Ну, как говорится, компьютерный ход. Вот. И вот в этом заключается смысл, что какие-то вот появляются идеи всегда, новинок, можно сказать, чтобы удивить соперника, чтобы он сам думал. Между нейросетью и вот Stockfish'ем огромная разница, мне кажется, потому что, ну вот я сколько ни анализирую, всегда вижу какую-то разницу. То есть там некоторые позиции, Stockfish, условно, может писать, что, условно, либо безнадежная, либо она выигранная абсолютно. Смотрю оценку Лилы, она пишет, что, как бы, все отлично, даже не переживай. Вот. Можешь играть и не думай ни о чем. Ну, то есть тоже зависит, но разница огромная. Лила, она более позиционная. У нее там свои есть идеи. Она вот любит пешку H, ну, которая рядом с ладьей, знаете, продвинуть максимально далеко до H6. И, значит, она считает, что это вот огромное преимущество сразу. Вот. И дает перевес. И все начали. Вот даже последний пример, который меня вот больше всего поражает, это D4, Kf6, C4, G6. И здесь в последнее время H4 начали играть. Вы просто все, кому не лень. Вот. На Кубке мира была партия Владимира Федосеева с Магнусом Карлсоном. Тоже H4. Ну, вот, если бы мне там в семь лет показали этот ход, я бы просто решил, что там просто новичок играет какой-то. И, ну, что за ход H4? Такое, ну, либо неуважение, либо просто человек не понимает, что делает. Но, как бы, ход действительно серьезный. То есть там стоит, стоит черным много сделать. сильных ходов, чтобы, как бы, разобраться там. Ну, когда человек учится играть в шахматы, но учить его как-то вот пешки двигать, вот, как H4 условно. Я не думаю, что это правильно, потому что, ну, это уже такой, ну, гроссмейстерский ход. И, как бы, человеку, ну, как бы, который только научился играть в шахматы, он же просто не поймет, зачем это делать. Вот, мне кажется, все-таки правильнее сначала научиться, вот, по центру играть, хорошо развивать фигуры, а потом уже вот добавлять вот эти решения неожиданные. Мне кажется, все как надо. Да-да-да, но мы тоже готовились, и, как бы, мы оба считали, что, ну, как бы, очевидно, что Накамура. Мы как-то, ну, даже не допускали мысли, что это может быть Накамура. Но хотя вот прошлые туры мы все время проверяли жеребьевку, сверяли на всякий случай. И, видимо, уже, ну, как бы, настолько надоело, что мы подумали, ну, зачем уже каждый раз сверять, все равно не может ничего такого произойти. Как бы, ну, что должно произойти, чтобы просто перепутать жеребьевку, не увидеть там нигде случайно там ни одного, как бы, анонса, условно, партии там или что-нибудь такого. То есть наверняка как-то должно было что-то произойти, чтобы понять, что я играю с Ароняном, а не с Накамурой. Но этого не произошло, и вот такой конфуз произошел. Да, да. Ну, вот на первый турнир меня пригласили, получается, за несколько дней до начала. Буквально, ну, вот буквально там два дня. Я сел, сразу прилетел, и вот на этот турнир тоже буквально вот меня известили. И я вот в этот же день, условно, выехал. Ну, думаю, что скорее тяжело все-таки, скорее тяжело входить, потому что, ну, как бы, можно сказать, фору какую-то даю. Люди там готовятся, условно, к турниру, там какие-то сборы устраивают. А я, ну, я готовился к другому уровню турниру. Вот. И, ну, соответственно, там и дебюты другие. То есть здесь скорее нужно было как-то уплотняться, там что-то такое. Вот. А я, ну, просто оказался не готов, можно сказать, к турниру. Возможно, за счет того, что вот в последний момент такие постоянные замены. Ну, это в целом мои проблемы. Я должен был отбираться, отбираться сам. Но все как-то не везло или, ну, просто не получалось. Там, условно, кубок мира, я должен был попасть в четвертьфинал, чтобы, ну, отобраться в гран-при, прямую путевку получить. Но в одной восьмой играл с Магнусом и проиграл. Потом Гранд Свист еще был турнир. Там надо было попасть, по-моему, в топ-8. Ну, сколько-то нужно было попасть. И я поделил место выходящее, но по коэффициенту не попал. Вот. И по рейтингу мне там не хватило буквально одной строчки, чтобы по рейтингу попасть. И в итоге я вот играю в таком, но это только как бы моя вина, что я... Он не отобрался напрямую. Вот. Самое главное у меня вот воспоминание, что я вот, когда мне было 10 лет, выиграл чемпионат Европы до 10 лет. Вот. Ну, как бы для меня это было событие. Причем я, ну, я выиграл достаточно уверенно. Я приезжал туда совсем темная лошадка. То есть я не играл до этого ни один европейский турнир. То есть это был мой первый выезд в Европу, можно сказать. И меня никто не знал. И я выиграл восемь партий, одну в ничью. Уверенно занял первое место. Вот. Тогда я как бы подумал, что я, может быть, не так плохо в целом. Я ходил в школу. Получается, перестал ходить. Примерно с класса с восьмого. Потому что там уже действительно серьезные занятия начались. И вот серьезные турниры. Вот. Я потом отучился 9 классов и пошел в колледж. Чтобы как бы больше времени было. Потому что в школе уже тяжело было так постоянно. Постоянно уезжать. А в колледже с этим легче было. Вот. Ну и да. Я уже на шахматах сконцентрировался к тому моменту. Да. Тренер есть. Александр Мотылев. Ну мы постоянно на связи. Постоянно что-то. Если не тренировочные сборы, то мы просто там на связи. Ну и как бы я пишу, что вот интересная идея там. Или тренер пишет, что вот там нашел интересную идею. Типа. Я сажусь за компьютер, начинаю смотреть. Потом пишу условно, что я нашел. Как оцениваю. Ну вот такого плана. Я помню, когда я маленький был, там тяжело было. Потому что когда я еще чемпионат Европы не выиграл условно. Меня же особо никто не знал. И как бы кто я такой. И надо как бы тренироваться. Вот. Но повезло, что тогда мне помогала консалтинговая компания. Одонзо. Когда мне было вот получается 10 лет. Я чемпионат Европы выиграл. И они мне тогда помогали. И очень помогали. То есть если не они, я не знаю там. Все-таки турниры это все очень дорого и непонятно. Получилось бы сейчас дойти. Ну то есть это очень тяжело добраться вот до такого уровня. И многие, я помню в детстве. Они тоже талантливые очень ребята. Которые чемпионат России выигрывали. То есть я был. Ну я там чемпионаты России постоянно не выигрывал. То есть я не был прям таким суперсильным, суперталантливым. Вот. Но были ребята, которые там просто вот вырубали. Приезжали вырубать чемпионат России. Но вот как-то у них условно родители не верили, что там в шахматах можно что-то добиться вот серьезного. Ну и как-то вот бросали дело. Это дело. Вот. Хотя потенциал был. Но вот просто либо финансово как бы не получалось, либо еще что-то. То есть мне вот, можно сказать, повезло добраться. Ну вообще мне всегда нравилось играть. И я как бы, ну вот сколько себя помню, я даже не думал, что я могу не играть в шахматы. Ну вот в будущем. То есть я как бы даже этот вариант не рассматривал, что я не буду там гроссмейстером и вот не буду как бы там через десять лет играть постоянно. То есть у меня вообще этого в голове не было. Я думаю, я думаю полезно в любом случае. То есть я бы, наверное, ну ничего бы не менял, в смысле не отказывался бы, конечно, от турнира, если бы знал, что так все пройдет. Я думаю, что это в любом случае, да, полезный опыт. Даже несмотря на то, что ну вот так не удалось себя проявить. Ну я выхожу прогуливаться, да, условно вечером, стараюсь выходить. В магазин вхожу, условно вечером тоже после партии, либо же утром. Нет, нет, я заказываю, но как бы я постоянно хочу есть в целом. Но не помешает, не помешает еда в номере в любом случае. Мне кажется, вот, я такой, лучше еда пусть лучше будет, чем ее не будет, на всякий случай. Вот, и поэтому, да, в магазине там стараюсь закупаться, чтобы не голодать. В январе, вот, я когда обыграл Магнуса Карлсона в Эйконзее, какой-то бум произошел. Просто я даже сам не ожидал, я не думал, что прям настолько, настолько будут об этом много говорить. На улицах узнают, даже вот в Сочи был случай, мы с друзьями подошли купить кофе, по-моему, вот. И меня продавщица, значит, узнала и что-то в подарок дала. То ли мороженое, то ли там что-то еще, либо дополнительное кофе. Вот, там что-то пожелал удачи. Пау раз меня на улицах узнавали, в ресторане тоже подошли. То есть, как бы, неожиданно, раньше такого вообще не было, вот. То есть, да, я думаю, после Магнуса скорее, после камеди тоже. Гарик Мартиросян меня поздравил, там, в инстаграме что-то там было, что написал, что вот, там, я обыграл. Ну, вообще, моему папе написали, пригласили на камеди. Ну, и сначала я вообще не понял, в какой роли вообще меня пригласили. То есть, просто посмотреть шоу или мне надо будет что-то говорить. Я так, немножко нервничал, потому что я вообще не люблю так говорить на телевидении много. Ну, я так просто в хорошем настроении был, думаю, нормально, поеду. Веселое шоу, думаю, ничего страшного. А потом, когда я, ну, уже близился тот день, я уже, конечно, очень нервничал. Потому что непонятно чего ожидать, еще шутки же будут. И, как бы, непонятно, ну, какого плана будут шутки. Вот, и пришлось, в общем, да, понять. Ну, вроде, пришло все более-менее, хотя ужасно нервничал, ужасно. Вот, ну, вроде, у меня удается как-то эмоции под контролем держать более-менее. Когда после партии пришел, то особо как-то мыслей не было. Ну, просто, честно говоря, хочется закончить турнир, можно сказать, побыстрее. Потому что как-то совсем не идет. Вот. Ну, а завтра задача просто попытаться осложнить жизнь на Камуре, чтобы, как бы, может быть, лишить его чего-то, выхода какого-нибудь, или не знаю. Ну, чтобы какую-то мотивацию себе пытаюсь найти на эту партию. Потому что шансы тоже все потеряны. Вот. И хочется хоть что-то… Как-то себя мотивировать, в общем. Ну, я думаю, элита, условно, топ-10. В принципе, у них все хорошо должно быть с этим. Потому что сейчас онлайн-турниры, вот, постоянно они играют между собой. Там тоже у них, как бы, все хорошо. То есть им не нужен дополнительный доход. А гроссмейстеры, вот, ниже уровнем, которые уже выпадают из топ-100, я думаю, им тяжелее. Потому что все-таки, да, вот, турниры… То есть приезжаешь на турниры, тебе нужно оплачивать гостиницу, если тебе ее не предоставляют. Плюс питание. Ну, вот, как бы, там даже если будут призовые, то есть надо обязательно бороться за первое место. Что уже, как бы, ставят в тебя такие условия, что, как бы, не самые комфортные. То есть приезжаешь только за первым местом. То есть, возможно, не получается наслаждаться полностью шахматами. Но, думаю, что топ-10, да… Ну, или около того, как бы, все хорошо. Ой, если честно, не знаю, даже не считал, но… Я просто вообще никогда об этом не думал. И вроде бы все более-менее хорошо. Турниров, условно, за год 7-8. Ну, и самые именно в финансовом плане, если смотреть, это Кубок мира и вот Большая Швейцарка как раз. Остальные турниры… Ну, как бы, я вот сейчас не играю в таких вот турнирах, как сказать, швейцарках, не самых сильных. Я стараюсь играть вот в максимально сильные турниры, супер-турниры, именно точечно. Потому что мне сейчас… Как бы, у меня рейтинг большой достаточно. Как бы, надо стараться играть с более сильными, чтобы повышать. Потому что с менее сильными, как бы, уже меньше рейтинга дают. Если проигрывают, больше забирают. То есть уже как-то надо к выбору турниров более гармонично подходить. Вот обычная швейцарка, приз первый. Около 400-500 тысяч. Первый приз. Рублей. Вот именно классический турнир в России. Такого плана вот первый приз. Первую партию матча, классические еще шахматы. У меня была абсолютно выигранная позиция белым цветом. Но я в цветноте как-то занервничал. И как бы мне казалось, что я иду на абсолютно выигранную позицию. Там, подменял пару фигур и думал, абсолютно выиграно. А на деле оказалось, что просто… Ну, мне нужно единственный ход сделать, чтобы выиграть. И я это во время партии осознал, еще больше занервничал, потому что, ну, просто уходит из-под контроля все, выходит. И я перешел в Эншпиль. Эншпиль, получается, у меня ладья и пешка. А у Данила – конь и пешка. То есть, кажется, что выигранная позиция, но оказывается, что ничья, если он там коня переводит в нужное место. То есть, ну, сложно, но я этого не знал. И я вот как бы решил, что нужно именно Эншпиль подтянуть и постараться вот такого плана позиции лучше. Лучше играть и понимать, чтобы больше не переходить в такую Эншпиль. Ну, вот с этим, да, непонятно, мне кажется. Ну, вот я играю разве что в мае командный чемпионат России в Сочи. Вот. И после этого, после этого пока ничего не понятно. Да, начинался матч вообще с двух ничьих в классику. Ничьи были довольно простые. То есть, черным цветом я как-то удивительно легко отбился, даже немножко подавил черным цветом. Вот. Белым цветом дела были хуже, но плотная была позиция, там как бы без особых проблем прошла игра. Вот. А в быстрый уже было интересно. То есть, начинал я первую партию черными. И он меня уже с дебюта удивил. Так удивил, что как бы непросто разобраться было. Я много времени потратил, и у меня и хуже позиция была. Ну, я как-то там отбился, в общем, с трудом, но отбился. Сделал ничью. Потом вторая партия. То есть, я уже после первой партии, рапид партии, я уже, в принципе, понимал, что тяжело будет, потому что чувствуется, что он настроен, в общем, на этот матч. Да, потом была очень тяжелая партия в 25 минутках. Белым цветом я как-то вышел. С дебюта я пытался его обхитрить, вышел в такой порядок ходов, в который я, как казалось, сам не очень понимаю, что делать. И, в общем, все у меня наперекосяк пошло сразу с дебюта. Я не получил никакого переезда даже близко. Но какая-то плотная была позиция. Я думал, что я сейчас, ну, белым цветом играю, подавлю. Буду давить. Без риска. Все хорошо. Вот. Но я зевнул в один момент важный ход, после которого мне уже надо спасаться. То есть, причем, важный очень ход был максимально. И я его зевнул. И уже так, очень на тоненького. Я уже понимал, что здесь у меня уже есть риск уже не сыграть больше партии в этом турнире. Вот. Но я как-то собрался. И у меня еще времени очень мало было. То есть, у него было минут пять. А у меня уже я на секундах играю. Ну, такая ситуация ужасная, на самом деле. Худшая ситуация, которая могла произойти. Ну, вот, как-то я спас ее, эту партию. Ну, я уже, на самом деле, немножко выдохся. Потому что, ну, тяжело было защищать эту партию. А потом уже десяти минутки. То есть, я уже почти измотан. И проигрываю черными партию в одни ворота. Вот просто, просто в одни ворота. То есть, я пытаюсь что-то сделать, но я понимаю, что просто ничего не получается. Все. Все ужасно. Мне нужно, получается, отыгрываться. Обязательно выигрывать партию, чтобы продолжить игру. Вот. И у меня тоже ощущение, что... Может, я просто в прошлой партии, которую я проиграл, просто отдохнул. Потому что, ну, так легко меня обыграли, что я как бы даже не понял, что произошло. То есть, вообще, даже не хочу об этом говорить, вспоминать. Белыми фигурами как-то удалось мне сразу поставить проблему. Чего у меня раньше не получалось в классической партии, в первой партии Рапида. У меня как-то сразу с дебюта, ну, все, все не так, как надо. Не так я планировал. А здесь я немножко подготовился. Ну, тоже, я не сказать, что я прям выходил такой максимально заряженный. Я просто выходил, просто играть хорошую партию и попытаться поставить как можно больше проблем. Ну, и плюс я еще, когда настраивался, я понимал, что Магнус тоже нервничает и, возможно, даже больше. Потому что ему сейчас такая ситуация, что ему нельзя проигрывать вообще никак. И как-то вот с дебюта я сразу получил выигранную позицию. На остатном ходу я уже как бы все там доминировал. И затем, вот когда у меня уже выиграна позиция, там же самое главное – это не упустить момент, вот все точно сделать. И вот это самое сложное, когда очень много, много ходов, нужно вот выбрать как бы один, можно сказать, самый лучший. Что, на самом деле, возможно, самое сложное в шахматах, когда вот много опций, и тебе вот нужно именно сделать лучший ход. У меня это не получилось сделать. Сначала и говорили, что я вот зевнул… После того, как я побил на Д6, говорили, что я зевнул ход F6 и конь H8. Там был такой перевод. И после F6 почему-то никто не видел, что хочет Магнус пойти конь H8. А я уже увидел. И вот все думали, что я это зевнул. А я, на самом деле, ну, как бы все это видел. И как раз-таки меня это больше всего смутило, что я это вижу и не вижу защиты. То есть все говорят, там C4 надо было ходить. А что делать на конь H8, конь F7 – не говорят. А там действительно не так просто. Вот. И я, как мне кажется, выбрал там самый человеческий путь. Я почему F1 пошел? Потому что я уже как раз-таки конь H8 увидел. Вот. Идею его. И потом вот это, получается, позиция, что мы разменялись. И вот самое главное, вот вы спрашивали, что я вот не увидел, как… Да. Вот. Я сначала поставил сам ему ловушку. Это была ловушка, что я хожу слон B5. Он бьет. Я хожу ладья Е6. Ф5. Ладья Б5. Бью слона. И здесь я вижу, что на Ф3 я хожу ладья Е8, выигрываю партию. И он это видит. То есть я вижу, сначала он хочет вроде на C3 побить, но потом он это увидел. Я думаю, блин, ну, как бы лучше бы не увидел. Вот. Я после этого… Он ходит в Ф4. Я хожу в Фе1. Как бы все еще я понимаю, что он Ф3 ладья Е8. Но я, кстати, не понимал, что мне делать на Ф4. Я просто не понимал. То есть я думал, ну, надеюсь, что он не пойдет. Вот у меня такие были мысли. Вот. Он ходит конь F7. Я не очень понял этот ход. И почему-то я побил ладья Е5 в Ф3. И вот здесь я уже посчитал, что у меня это было. Но я даже не посчитал. Я просто, видимо, забыл о том, что у меня эта угроза есть. То есть раньше как бы я знал, что у меня есть эта угроза. Прошло пару ходов. И мне показалось, что вот что-то поменялось. Что вот пошел конь F7. Наверняка что-то поменялось. Вот. И я как бы побил за секунду. И даже не понял, что я как бы что-то не увидел. А потом я смотрю на Магнуса. Он качает головой. Ну, типа, что... Какое-то... Что-то... Я понимаю, что что-то случилось, но не понимаю, что. Вот такое глупое ощущение. Я думаю, ладно, без разницы, что он там... Как бы... Что ему не понравилось. Вот. Продолжаем играть. Потому что у меня еще времени мало. Думаю, ладно. Потом разберусь, что пошло не так. И вот я уже выиграл. И Блиц вот как-то у меня не пошло. Потому что в первой партии я уже как бы на максимальной уверенности после этой победы. Просто на максимальной уверенности. На которой только можно было играть с Магнусом, как мне казалось. Но я с дебюта вот... У меня не пошло. Потому что я с дебюта сразу же перепутал. Получил плохую позицию. То есть там как бы надо было сначала в дебюте пойти слон е7. А я пошел сразу слон g4. Вот. Это ужасная ошибка. Там, в общем... Но я почти выкрутился. Вот почти. Чуть-чуть не получилось. Но был очень близок. А вторая партия у меня вообще не пошла. Потому что он уже схему поменял. И я так и не вспомнил, как мне там проблемы ставить ему. Вот. К сожалению. Вот я уже выхожу. Мы сыграли матч. Я уже иду домой. Ну и меня встречают фанаты. И там просят сфотографироваться. Там автограф. Ну такого плана. И ко мне подбегает маленькая девочка. И говорит, а почему ты не пошел, значит, ладей A8? Я говорю, какой ладей A8? Где вообще? В какой партии? Ну что за ладей A8? Я просто не понимаю, о чем речь идет. Она мне говорит, ну вот на ферзь C3. Ты пошел в ферзь C3. Ладей C3. Я все равно вообще. Но отказываюсь понимать. А потом я открываю телефон. Спрашиваю, в какой партии? Она говорит, в которой вы выиграли. Я говорю, хорошо. Открываю. Включаю ферзь C3. Потому что я после партии все забыл. Потому что такие нервы. Я просто уже вышел из ситуации. Я открываю и понимаю, что я мог сразу выиграть. Ну и конечно, не лучшее ощущение. С другой стороны, я все-таки эту партию выиграл. Поэтому не так плачевно. То есть даже может быть и лучшее, что я выиграл так. Потому что, ну как бы там действительно борьба была даже вот в конце. То есть нужно было единственный ход находить, чтобы выигрывать. То есть это гораздо более приятно было выиграть именно такую партию, чем вот просто ну как зевком, можно сказать. Вот. Поэтому я сначала расстроился, потом подумал, ну так даже лучше получилось на самом деле. Вот. Это видео — часть документального проекта «Шахматы. Русская партия» кинокомпании «Вегафильм» о современных шахматах. Любое использование возможно только при письменном согласии правообладателя.